Подозрительно безлюдно и без привычных огромных очередей. Такую картину можно наблюдать у Сухумской инфекционной больницы на утро 5 января. Здесь осуществляют забор биоматериала на наличие коронавирусной инфекции, анализ крови у граждан с положительным тестом по ковиду, а также рентгенологическое исследование. Между тем, по словам специалистов, то что сегодня количество людей на проведение подобных исследований значительно меньше, не показатель снижения заболеваемости. Сдать все необходимые анализы большая часть пациентов успела 3 и 4 января, сразу после того, как в инфекционной больнице возобновился прием амбулаторных больных. Два дня были, в кавычках, так скажем, нерабочими, потому что и медики тоже люди. Стационары не были остановлены, а два дня дали отдохнуть всем остальным коллегам. Сказать, что прием биоматериала был полностью остановлен, неверно, потому что ни на один день, ни на один час прием биологического материала, его исследования у стационарных пациентов не было остановлено. Это, в принципе, недопустимо. То есть и в Сухуми, и в Гудауте, и во всех ковид-госпиталях, которые развернуты по району, еще раз отмечу, ни на час работа не была остановлена. Другое дело, что амбулаторные пациенты, в принципе, профильными специалистами было рассчитано по каждому пациенту время. И 31-го был полноценный рабочий день. Все нуждающиеся в обследовании пациенты были обследованы. И следующим рабочим днем было 3 января. Мобильная бригада, которая осуществляла забор биоматериала для ПЦР-диагностики и крови на выезде, с 1-го по 2-го января включительно, также ушла на небольшой перерыв. Работу планировалось осуществить только в случае экстренной необходимости. Те же исключения сделала инфекционная больница и для амбулаторных пациентов. По необходимости некоторые граждане, несмотря на выходные, все же были приняты для обследования. Пациент, который нуждался в рентгенологическом исследовании, в лабораторном, речь идет о пациентах средней и тяжелой степени тяжести. Никто не остался без внимания. Естественно, вся необходимая помощь им была оказана. А о пациентах легкой степени тяжести, эти пациенты уже в рабочие дни пришли, получили необходимую помощь. По словам Алисы Матуа, такой перерыв привел к большим очередям уже 3-го числа. И достаточно объемной работе из-за того, что не все ковид-центры республики могут проводить некоторые специфические исследования в своей лаборатории. 3 января был нелегкий для нас день, так как со всех стационаров страны был привезен в ковидную лабораторию биологический материал. И набралось много материала, работы было много, скажем так, больше, чем мы ожидали. Проводить все исследования инфекционная больница не успевает. Исключение только для тех, кто находится здесь на стационарном лечении. Для всех остальных она служит пунктом забора материала, который в последующем доставляется в две лаборатории республики. Это блок-2 республиканской больницы и лаборатория спидцентра. Есть лаборатория, которая выполняет огромную работу все эти месяцы. Большое спасибо коллегам, которые сама отвержена. Я их называю бойцы невидимого фронта. Эти люди, как и другие коллеги, круглые сутки работают. Нет такого понятия, что ты отработал с часу до двух или до шести. Это круглосуточная работа. В любое время может поступить пациент, и ты обязан его обследовать. По словам Алисы Матуа, если бы больные COVID-19 следовали уже утвержденному алгоритму забора биоматериала, нагрузка на эти лаборатории значительно снизилась. К примеру, у пациентов в тяжелой степени заболевания биоматериал берется каждые 24-48 часов. У пациентов в средней степени каждые 3-5 дней. У легких пациентов один раз в 5-7 дней. А что касается вообще бессимптомных пациентов, то у них можно брать анализ и вовсе раз в 10 дней. При этом наличие направления врача обязательно. Есть люди, которым исследование нужнее. И мы должны успеть именно тяжелому и средней степени тяжести пациенту своевременно сделать исследование. А пациент легкой степени тяжести, он также не остается без внимания, но ему с такой частотой брать биоматериал не нужно. Просьба, конечно, ко всем пациентам не приходить и не сдавать биоматериал безосновательно. Потому что работы много, персонала не так много, ресурсов человеческих. Мы уже не один день об этом говорим. Все должно быть обосновано. То есть пациент перед тем, как сдает кровь, должен быть подтвержден в ПЦР. И мы должны понимать, что это положительный. Пациент по ковиду, что это не какая-то простуда, не просто ОРВИ, а это действительно ковид. Потому что эти лаборатории работают на ковид-позитивных пациентов. То есть пациент не ковидный может пойти в любую другую лабораторию, сдать свой биологический материал. Перегружать лабораторию, которая работает на ковидных пациентов, нельзя просто. Это недопустимо, так как объем работы, честно говоря, колоссальный. О том, насколько сильно врачи загружены работой, говорят и сами цифры оперативного штаба. К примеру, только за четвертое число тестирования прошли 470 человек, из которых 133 оказались с положительным тестом.